привет сегодня говорим с тобой про самопомощь очень важная вещь и когда мы говорим про самопомощь это та история которая даст тебе возможность в принципе справляться супер важными важными вещами в жизни очень часто мы сталкиваемся в жизни с тем что мы не можем объяснить не можем понять не можем принять не можем отпустить но каждый раз когда мы выбираем идти какому-то врачу психологу за помощью очень важно научиться доверять себе и помогать себе самостоятельно мы не говорим про длительные кризисы которые очень серьезно влияют на уровень стресса тревожности и так далее мы говорим про простые вещи которые влияют на твою самооценку на твое качество жизни и так далее каждый раз когда ты понимаешь что ты попадаешь какой-то факап который с тобой происходит много раз и ты повторяешь какой-то день сурка то есть ты бросаешь что-то убегаешь избегаешь чего-то еще важно в этот момент научиться оставаться прояснить что произошло почему ты это делаешь и развернуть свой корабль совершенно в другую сторону самопомощь начинается в тот момент когда ты говоришь все стоп смены как это по-русски смены досыть с меня хватит а я сразу на трех языках пытаюсь на английском на украинском и на русском в общем я больше так не могу я не удерживаю и понять почему это произошло и не бежать каким-то людям постараться послышать что внутри что произошло что дальше делать потому что огромное количество людей в этот момент тебе ответит иди туда не знаю куда делай то не знаю что а это специалист скажет это а это другое когда ты сам начинаешь быть себе психологом и другом это та история которая максимально тебя будет поддерживать дальше но это не про то что знаешь я нахожусь в полной в полном каком-то стрессовом состоянии не выхожу из дома не работаю и ничего не создаю ничего не продаю и тут я сам себе психолог и мне это нравится моя жизнь не знаю таких мужчин 40 плюс которые сами психологи а на самом деле люди которым нужна глубокая психологическая поддержка другой момент когда например у тебя какой-то факап на работе ты думаешь что все я бросаю эту работу начинаю новую то очень важно просто рассудить собой что не получилось пользуюсь ли я избеганием как я привык просто есть люди которые ведь живут этим состоянием они привыкли избегать того что с ними происходит им нравится там где они есть им нравится их паттерны поведение ведь когда человеку больно страшно легче все это не со мной все я пошел и многих есть такие паттерны есть человек который что-то внутренне испытывает но он не понимает что поэтому чего же на собой раскапывать сейчас мне страшно сейчас не больно мне тревожно мне нравится как со мной обращаются в общем проговаривать это все и когда ты проговариваешь начинать совершенно совершенно другие вещи и ты совершенно по-другому начинаешь смотреться поэтому каждый раз когда у тебя что-то происходит серьезное просто научись помогать себе самостоятельно мелкие вещи делать это как кушать обслуживать себя чистить зубы также и спрашивать у себя а хорошо ли я себя чувствую сегодня был стрессовый день а делали я двигательную активность а пил я достаточно воды а спал ли я достаточно хорошо это просто база без которой дальше ничего не сдвинется вот вроде бы база многие и не выполнять как только научишься выполнять эту базу соответственно дальше другие проекты в твоей жизни будут идти намного проще потому что есть люди которые постоянно избегает которые не начинают которые бросают на полпути которые разочаровываются сегодня они аналитики завтра они психоаналитики а послезавтра они строители так не надо у тебя жизнь одна поэтому строй и и успевай останавливаться брать передышку делать делать передышку и двигаться куда тебе интересно